В Верхней Палате Парламента состоялся видеодиалог первого заместителя председателя Сената Валиймаджлиса Республики Узбекистан и членов парламентской группы по межпарламентскому сотрудничеству США с сопредседателями и членами Кокуса по Узбекистану в Конгрессе США. О том, какие договоренности достигнуты в ходе диалога в материале Ольги Русаковой. В ходе обсуждения состояния и перспектив сотрудничества двух стран особый акцент сделан на активизации межпарламентского взаимодействия. Американские конгрессмены высоко оценили результативность реформ, осуществляемых в нашей республике. По их мнению, эффективное решение в Узбекистане проблем, связанных с всемирной пандемией коронавируса, стало возможным благодаря изменениям, происходящим здесь в последние три года. Члены Конгресса отметили, в США поддерживают внутреннюю и внешнюю политику руководства Узбекистана, а также комплексные меры по укреплению независимости, суверенитета и углублению демократических реформ. Почеркнули, американская страна придает особое значение развитию отношений с нашей республикой. Мы с удовлетворением отметили тот факт, что Соединенные Штаты Америки и Узбекистан во многих отношениях далеко продвинулись. Это касается экономического сотрудничества. Многие крупные представители американского бизнеса сегодня находятся в Узбекистане. Вместе с тем, этого явно недостаточно. И поэтому говорили о том, что необходимо развивать прямое сотрудничество между областями Узбекистана и США, развивать региональное, межрегиональное взаимодействие. Вы знаете, что американское присутствие в Афганистане имеет важную роль для борьбы с международным терроризмом, для укрепления стабильности на южных рубежах Узбекистана. Это сотрудничество будет углубляться и впредь. Постигнуто договоренность о том, что сразу после того, как закончатся ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, прямые контакты между конгрессменами Соединенных Штатов Америки и парламентариями Узбекистана возобновятся. И они будут направлены на решение тех вопросов, которые будут в интересах обеих наших народов и стран. Продолжение следует...